В честь своего трехсотлетия Петербург получил множество очень красивых и необыкновенных подарков. Женева преподнесла в дар северной столице России удивительные цветочные часы, которые стали украшением Александровского парка на Петроградской стороне. И выбор такого подарка совсем не случайен. Во-первых, что самое ценное может подарить великому городу страна, славящаяся на весь мир великими часовых дел мастерами? А во-вторых, именно житель Женевы когда-то встал плечом к плечу с Петром Первым и помог ему перевести стрелки часов российской истории на новый путь развития. Его имя Франц Лефорт. В поисках счастья молодым и дерзким он приехал в загадочную Московию и поступил здесь на военную службу. Когда Лефорту исполнится 27, он будет представлен юному Петру Первым. И их судьбы окажутся накрепко связанными. Ведь и Лефорт – человек забавный и роскошный, а проще дебошан французский. И Петр Первый любили самозабвенно веселиться, кутить и флиртовать с дамами. Кстати, именно в его доме Петр познакомится с кокетливой Анной Монс. Однако главным, что отмечали знавшие Лефорта Женевцы, было другое. Он имел возвышенную и благородную душу. Своему государю был он непоколебимо предан во всем, что касалось славы его царствования и счастья подданных, и употреблял все усилия содействовать столь справедливым и благотворным предначертаниям. Лефорт будет рядом с Петром и в сражениях потешных полков, и во время борьбы с царевной Софьей, и в азовских походах, и как один из руководителей в Великом посольстве. Ведь недаром, когда в марте 1699-го Франц Лефорт скончался, Петр в отчаянии воскликнул «На кого мне теперь положиться? Он один был верен мне». Цветочные часы украшают многие города мира. К женевцам обычай высаживать на одной клумбе растения, цветки которых раскрываются и закрываются в разное время суток, пришел из Швеции. Именно в шведском городе Упсала в 1755 году знаменитый врач и натуралист Карл Линней вырастил в своем саду диковинные часы. Клумба, на которой соседствовали цикорий и шиповник, одуванчик и картофель, ноготки и мак, стало наглядным подтверждением мыслей, высказанных им в научном трактате «Сон растений». Сад Линная стал столь популярен, что на следующий год его часы Флоры уже показывали время на центральной клумбе городского парка. Но когда повсеместно распространились механические часы, интерес к часам Флоры был утрачен. Казалось, что время их существования отсчитывает последние секунды. Но вот в 1903 году в Женеве впервые были сделаны цветочные часы с движущимися стрелками. Циферблатом для них служила цветочная клумба, в которой был спрятан часовой механизм. А спустя полвека цветочные часы, превратившиеся в один из символов Женевы, с радостью стали принимать в дар города многих стран мира. С 2003 года такие цветочные часы радуют своим великолепием и Петербург. Около них назначают свидания, фотографируются, гуляют и даже влюбляются. И хотя счастливые часов не наблюдают, наверное, Франц Лефорт, обожавший веселье и роскошь, был бы очень доволен этим подарком, принесшим жителям града Петра безукоризненно точную радость и красоту. Редактор субтитров А.Семкин